Маленькие рукодельницы шьют игрушки. Сами уверены, что в будущем навыки пригодятся. Но пока это просто увлечение, да и каникулы ведь. Потому что это интересно. Отдыхаешь, занимаешься. В шестой школе сформировали четыре отряда. Как и везде, двухразовое питание на деньги выделено из краевого бюджета. Завтрак и обед. Жизнь в дневном лагере кипит с 8 утра до 2 часов дня. Здесь ребята занимаются бессероплетением, играют в шахматы и подвижные игры. Читают, ходят на экскурсии. Для тех, кто постарше, работают двухчасовые тематические площадки, дневные и вечерние. Здесь в рамках осенней смены собрали 88 старшеклассников, которые участвуют в волонтерских программах, организуют досуг сверстников, проводят спортивные, развлекательные или патриотические мероприятия. Обучить активистов, чтобы они потом смогли у себя в школах продолжать активно работать, проводить те мероприятия, которые мы здесь им подскажем, ну и каким-то образом свой лидерский потенциал поднять. Валерия состоит в волонтерском отряде «Горящие сердца». Они помогают ухаживать за зелеными насаждениями, принимают участие в уборке пляжей и других мероприятиях. Девушка считает, что эти каникулы она проведет с пользой. Это интересно, весело, много о чем учат. Как общаться с людьми, как вести себя в разных ситуациях. Я смогу лучше находить язык с детьми, вообще с людьми. Красный сигнал всегда пора горит. Мальчику прямо по зебре бежит. Слева и справа бежат тормоза. Саша от страха зажмурил глаза. Так школьникам не в красках, но доходчиво объясняют, почему важно соблюдать правила дорожного движения. Как рассказали в городской администрации, безопасности детей во время каникул уделяется особое внимание. Был проведен межведомственный семинар, на котором присутствовали сотрудники АГИБДД, Роспотребнадзора, здравоохранения, на котором мы особое внимание уделили безопасности организации каникулярного времени детей, проговорили очень много о безопасности дорожного движения. Только лагерями дневного пребывания планируется охватить более тысячи детей. Кроме того, продолжают работать учреждения дополнительного образования, спортивные школы. Стоит задача, чтобы все, без исключения ребята, провели время с пользой, не теряя контакта с теми, кто может научить чему-то действительно полезному.